открытый диалог с александром непомнящим наш эфир продолжает очередная встреча с александром непомнящим здравствуйте александр добрый день здравствуйте наши дорогие радиослушатели и которые смотрят нас на ютюбе или на нашем веб-сайте радио на весе . com там тоже идет кроме аудио идет видео на нашем веб-сайте ну что начнем с упущений в политике сша да да поскольку это конечно еще мы долго мы будет приметь во всем мире то что произошло и продолжает происходить афганистане но сергей еще до взрывов террористов смертников возле кабульского аэропорта американские сми и выступили с редким единодушием впервые мне кажется на моей памяти американские медиа структуры всего идеологического и политического спектра от левых до правых оказались едины в мнении о том что президент джо байден своим некомпетентным руководством вывода американскими сил из афганистана в общем спровоцировал стратегическую катастрофу и для сша и для американских союзников одни сравнивают этот провал с поражением 61 года в заливе свиней уйти при кеннеди высадка на кубе другие с падением сайгона в 75 при форте а некоторые захватом американского посольства в тегеране 79 при картере собственно пили самых пожалуй жалких президента ну по крайней мере в двадцатом столетии в наше время но какой бы ни была аналогия практический результат остается тем же капитуляция байдена талибом уже вошла в пантеон послевоенных поражений америки и байден безусловно несет личную ответственность за гуманитарную и стратегическую катастрофу которая разворачивается теперь прямо на наших глазах он по сути единственный американский лидер в истории который сознательно бросил американцев и их союзников на произвол судьбы в логами врага но но хотя байден несет полную ответственность за решение покинуть афганистан в том виде в каком это произошло он не виновен в том что после 20 лет войны движение талибан все еще существует и по сути дела стало даже сильнее чем было 11 сентября 2001 года более того он оказался талибан способен полностью захватить контроль над страной и основа этой неудачи были заложены в дни недели и месяцы которые последовали за терактами 11 сентября после 11 сентября тогдашний президент джордж буш его команда по вопросу национальной безопасности сформулировали руководящие принципы того что вскоре стало известно как всемирная глобальная как они говорили война с террором и с тех пор некоторые из принципов были обновлены адаптированы или заменены по мере развития реальной ситуации на местах но три предположения лежащие в основе американского военного разведывательного и дипломатического планирования и собственно проведения операции с тех пор так и не были пересмотрены и остаются неизменными вплоть до нынешнего времени ну за исключением последних двух лет правления администрации трамп и вот эти три допущения о которых мы сейчас и поговорим и внесли самый значительный вклад в поражение америки в афганистане как впрочем и в ее неспособность выиграть войну против глобального террора в целом первое предположение относилась к пакистану второе к ирану а третье израиль пакистан по праву должен был стать первой костью домино обрушенный после терактов 11 сентября ведь талибан был детищем пакистанской разведывательной службы аэсай и боевики аль-кайды тоже получали поддержку от аэсай но за исключением нескольких угроз и временных санкций по ходу вторжения сша в афганистан в октябре 2001 года сажает не предприняли никаких значительных действий против пакистана и причины бездействия америке легко понять 1998 году за два года до конца 21 до конца 20 века начала с первого века пакистан испытал ядерное оружие к 11 сентября 2001 года пакистан располагал значительным ядерным арсеналом и после терактов пакистан четко обозначил свое убедение ядерной войны и связь между своей позицией и продолжению спонсирования террора в октябре и декабре 2001 года спонсируемые пакистаном кашмирские террористы атаковали парламент индийского штата джаму и кашмир и парламент индии когда индия обвинила пакистан в ответственности и пригрозила расправой тогдашний президент пакистана первез мушараф привел пакистанские вооруженные силы в состоянии боевой готовности индия тоже начала перебрасывать войска от границы и пакистан последовал примеру этому и вместо того чтобы встать на сторону индии сша заставили дали отступить что тебе сделали в апреле 2002 года а в июне 2002 года террористы смертники совершили террористические акты против жены детей индийских солдат и обратный отсчет до войны начался снова в июне 2002 года опять поддавшись давлению сша индия пообещала что не станет первой применять ядерное оружие в конфликте а вот мушараф лидер пакистана примеру дали последовать отказался и вместо того чтобы оказать поддержку индии администрация буша выдавила из мушараф пустое совершенно обещание что тут прекратить спонсировать террор а затем вынудил вынудила индию снова отступить и послание сша было очень ясно предельно ясно серьезно угрожая применить свое ядерное оружие пакистан сдерживал американцы менее чем через шесть месяцев после этого северная корея изгнала инспекторов оон из своего ядерного реактора бенгбене и отменила свою подпись под договором о нераспространении ядерного оружия а иран активизировал тогда свою тайную ядерную деятельность в исфахане и в нтанзе понимаете они увидели как можно заставить американцы подступить и сразу же самые главные платежи этого мира северная корея иран тут же тоже побежали делать решение сша избежать конфронтации с пакистаном после терактов 11 сентября дало возможность пакистанской спецслужбе айсай восстановить талибов и аль-кайду после того как сша сокрушили тех других в ходе своего первого первоначального тогдашнего наступления лидеры талибана просто перебрались пакистана где восстановили свои силы и начали войну на истощение против сша против силу нато и против созданных ими афганского правительства я и усама бен латтан скрывался на пакистанской военной базе когда он был убит американскими командами эта война закончилась капитуляции байдена и повторным захватом талибами в этом месте человек подводит нас к ирану своих дискуссиях после 11 сентября уж и его советники решили не вступать в конфликт сирана а вместо этого стремиться к соглашению с аяталократии правящих тегеран это не было новой политикой со времен администрации рейгана в вашингтоне преобладала точка зрения можно достичь соглашение с иранским режимом которая восстановила бы стратегический союз вашингтона и тегерана существовавший до исламской революции 79 буш и его советники не были склонны пересмотреть эту точку зрения узнав что иран оказывает материальную поддержку гонщикам самолетов 11 сентября он фактически был их заказчиком и помощник они не пересмотрели свое предложение после того как руководство аль каиды после разгрома талибов в афганистане сбежала в тегеран и даже когда иран стал штаб-квартирой складом оружия для эль каиды в араке а затем для иракских шиитских ополченцев в их войне против сша и сил коалиции они все равно не пересмотрели этот подход ну и конечно барак убама полностью поддерживал предположение буша по ирану ведь вместо того чтобы противостоять тегеран он напротив попытался и вовсе перекроить структуру всего ближневосточного альянса сша чтобы сблизиться с ираном и отдавиться как можно дальше от израиля и от арабских союзников америки фактически выведя американские войска из ирака обама передал под контроль этой страны под контроль ирана ирак а затем продолжил и провожил ирану путь к ядерному оружию с помощью пресловутой ядерной сделки 2015 года мы забываем об этом но эта сделка по сути дела узаконила дала легитимацию тому что в течи через десять лет то есть 2025 году который наступает уже со всем вот-вот у ирана будет ядерное оружие по закону по праву свою очередь дональд трамп после очень продолжительной сложной борьбы с вашингтонским истеблишментами его представителями внутри его собственного кабинета которые разделяли предположение буша он в последние два года своего правления все таки смог наконец по крайней мере частично отказаться от стратегического предположения о том что ирану можно и нужно умиротворять мы помним как это было но теперь байден со своей стороны привержен дело восстановление усиления продолжения политики обама в отношении ран что касается израиля то сразу же после терактов 11 сентября тогдашний госсекретарь колин пауэл убедил буша принять два связанных предложения позиции как бы в отношении израиля во первых они определились что террор против израиля отличается и что хуже того более приемлем чем террор против всех остальных то есть арабский террористы которые воевали и убивали израильтян арафа и хамас это не террор а вот когда эль каида например это террор и буш решил что война с террором будет направлена против террористических групп они против правительств но за исключением саддама в ираке который спонсирует тему и как сообщил недавно бывший чиновник администрации буша дэвид лурмса причастных дискуссиям американском правительстве после 11 сентября пауэл утверждал что террор угрожает арабам не меньше чем в америке но вместе с тем дабы переманить их на свою сторону сша предложили им без награждения способны купить потраченные усилия и расплаты должен был стать израиль сша намеревались привлечь силе убедив израиль отдать голландские высоты режим вас до часа на старше вашингтон собирался привлечь к себе саудовцев и прочих суннитов вынуждали израиль отдать им девицу марию газу иерусалим арафату организации освобождения палестин понимаете то есть во первых террор против израиля это вообще не тему мы с ним даже и бороться так мы будем бороться против террористических группировок против щупалец они против государства которые поддерживают урок мир иран и в третьих еще израиль за это будет расплачиваться вот в преддверии вторжения в ирак-коалиции под руководством сша в 2003 году тогдашний премьер-министр израиля рили шарон он попытался провернуть основополагающие предположения вашингтона в отношении рана он сказал бушу его советникам что ирак не представляет кратерической угрозы для израиля или кого-то вообще в регионе со времен войны персидском заливе 91 года то есть не надо добивать саддама хусей но никому уже не страшно и не нужен шарон объяснил что если сша хотят победить глобальный террор они должны действовать против ирана а не против ирана но администрация буша проигнорировала его мнение что касается предположения администрации относительно израиля то через неделю после терактов буш сознательно вычеркнул террор против израиля из списка террора против которого сша объявляли свою войну сказав объединенным палатам конгресса что война будет направлена против террористических групп с мировым охватом то есть те которые по всему миру да мы с ними будем бороться например илька а вот которые убивают евреи в израиле нет это уже не террорист и осознавая куда двигаются американцы в октябре 2001 года шарон произнес так называемую чехсаловатскую речь после очередной смертоносной террористической атаки в секторе газа шарон сказал я призываю западной демократии и прежде всего лидеров свободного мира соединенные штаты он имел ввиду не повторять ужасающую ошибку 38 года когда просвещенные европейские демократии решили пожертвовать чехсаловатии ради удобного временного решения мы помним что из этого вышло они не умиротворили гитлера на долг все равно была война война гораздо худших условий не пытайтесь умиротворить арабов за насчет когда говорю шарон это для нас неприемлемо израиль не станет чехсаловатии израиль будет бороться с террором нет хорошего террора и плохого террора нет хорошей резни и плохой но реакция администрации буша на заявление шарона было очень быстро и очень ясно пау и белый дом жестко раскритиковали шарона и тот мгновенно сдохся отступил шарон бравый генерал но он был нулевой политик он вообще не понимал как вести себя с американцами он высказал разумную вещь что мы не станем вашей разменной монетой ваших политических игр но когда на него цикнули он тут же отступил и месяц спустя пауэлл стал первым высокопоставленным должностным лицом сша который официально одобрил создание государства для палестинских араб неспособность шарона убедить американцев пересмотреть свои ложные предположения она объясняется в первую очередь его непониманием того как работает вашингтонская администрация ну и страхом и в отличие от шарона бенями натаньял напротив он был очень хорошо знаком с вашингтонскими правилами игры в результате его попытки убедить американцев пересмотреть свои предположения об иране и израиле они как раз увенчали значительным успехом первый успех на тонио в отношении ирана пришел через араб а мы помним это него понимал что иран и усилия обама по умиротворению ирана они угрожают арабским странам персидского залива не меньше чем израиль на самом деле даже больше чем израиль поэтому он обратился к ним напрямую и саудовской арабии убежденные аргументами натаньял возглавил арабские страны персидского залива и египет крикнувших ним тоже приняв израиль как союзника своей экзистенциальной сущность на борьбе против ирана ведь там идет настоящая борьба кто будет главным в исламе там пленных не берут и для саудовской аравии иран гораздо более страшный враг чем сианистские оккупанты которые против которых они спонсировали террористы и саудовцы тогда честно сказали что противостояние ирану для арабов гораздо важнее помощи главарям палестинского террора все и израильско-арабское единство против ирана помешало обаме добиться одобрения конгресса его ядерные сделки и она также конечно любого снова решения трампа отказаться от сделки обамы и потом соглашение про тоже были подписаны на базе всего и натаньял также использовал свой оперативный союз с арабами чтобы опровергнуть ложные предположения сша об израиле особенно в отношении палестинских арабов но палестинский араб это ключ стабильности ближнего востока нет конечно эти жалкие гоблины никакой не ключ никакой нестабильность стабильность это когда израиль и страны персидского залива суницкий арабский государство подписывают договор чтобы дружить вместе для общего обогащения и против иранской экспансии и тогда же натаньял очень очень четко использовал в личную дипломатию направленную на оказание влияние на сторонников израиля в конгрессе и в общественном пространстве понимаете шаром был смелым и отважным генералом он дважды спасал израиль надо отдать ему должное но был нулевой политик он совершенно не понимал как бороться с американской администрации на него цикнули он сдулся как тузик а натаньял который тоже военный тоже глистовал и тоже однажды чуть не погиб в одной из операций по его но не был таким известным это даже не генерал вообще но он понимал как работает американская администрация он понимал что она не монолитно если него циклит холин пауэлл или буш что это еще не конец света потому что есть еще конгресс есть еще сена и есть у нас там друзья есть еще много разных сил в америке с которыми можно работать и добиваться своего он это дел и он преуспевал и даже обама с его колоссальными полномочиями поддержкой сми и всего левого лагеря не мог ничего против этого сделать усилия натаньял по сути дела сорвали план обамы по навязыванию израилю условия мирного регулирования при трампе усилия натаньял повлияли на решение перенести посольство сша в иерусалим и убедили американского президента поддержать суверенитет израиль над частями людей самарин к сожалению все эти колоссальные успехи достижения натаньял они сейчас быстро сходят на нет под ударами администрации байдена и правительства бен это лапид напомню бен это лапид первое что они сделали они заявили нет больше независимой политики израиля мы передаем заботу о нашей безопасности американской администрации американская администрация которая сейчас бросила своих собственно даже не афганцев а своих американцев на съедение талибов мы знаем теперь что-то либо получили базы данных всех афганцев которые сотрудничали с правительством бежавшим сейчас мы знаем что американцы пытаются сейчас договариваться с талибами о том чтобы там как бы все было тихо и мирно то есть это как если бы израиль стал бы договариваться с хамасом о том чтобы ты были прекрасны были как бы все все было тихо и стабильно это это безумие и вот этим людям доверить безопасность нашей страны это то что сделали бен это лапид ну и конечно байден байден это когда мы говорим байден мы понимаем что этот синильный старик он не является ничем вообще за ним есть определенная группа которая как бы его озвучивают и вот двигай коллективный разум цитата до стоящие стоящие за комиссию брежневый чернин так вот эта команда она использовала те месяцы которые у них уже были чтобы полностью уничтожить все что трамп практически сделал все хорошие и конечно все чего добился на тани ял игра на ближнем востоке сейчас стирается мощными талий лапид разругался с аманом сорвал им пятое соглашение кроме лапид фактически заморозил наши отношения соединенными арабскими эмиратами и сегодня действительно даже такая актуальная вещь совместное противостояние ирану под большим сомнением потому что наши новое правительство успело разругаться с нашими арабскими соседями а главное что арабские соседи не видят в них самостоятельных персонажей и они понимают стоит ли вообще с этими людьми разговаривать если все решает байденовская администрация назвать мы разговариваем а с этими шестерками о чем с ними и на фоне всего этого растет ощущение что катастрофический уход байдена из афганистана он отбрасывает мирно 20 лет назад то есть вот 20 лет назад пошли в афганистан потратили там сколько триллион долларов и теперь все это вернулось все талибы снова в афганистане америка снова снаружи но правда так куда страшнее 2001 году сша были гораздо сильнее своих врагов чем сегодня и как это было в течение последних двадцати лет ситуация если начнет двигаться в правильном направлении то лишь тогда когда америка окончательно откажется от этих ложных предположений принятых ею 20 лет назад снова проблема не только и не столько в байдене проблема в тех предположениях в тех принципах на которых была выстроена вся ближневосточная замки центрально азиатская политика ней пакистан иран израиль 3 предположения 3 базовых предложений 3 неверных или ошибочных позиций и они и предопределили то что произошло сейчас конечно можно было сделать это все по-другому и жертвовы гораздо меньше если бы это сделал не байден кто-то другой но конечный результат 20 лет 7 или он долларов и ноль нулевой эффект это было заложено в самом начале из-за трех неправильных спасибо спасибо александр я напомню телефон студии 847 4005 200 если у вас есть вопросы прямо сейчас к александру вы можете позвонить нам в студию еще раз номер телефона 847 4005 200 ну а если вы не готовы задать ваши вопросы тогда мы сделаем небольшой перерыв на рекламу сразу после рекламы если созреть и пожалуйста звоните и александр постарается ответить на ваш вопрос я думаю так до не тут как раз кто-то дозвонился поэтому наверное давайте попробуем принять звонок все-таки ответить на радиослушатели коль скоро дозвонились добрый день пожалуйста эти пожалуйста вот я поражаюсь а чем все занимается мать и я и партия ликуд они все-таки говорится большинство имеет в сенате вашим и почему такое умолчание со стороны оппозиции и по моему допустим они должны поднять свой голос по поводу того что происходит сейчас в израиле вашему премьер-министру это первый вопрос а второй скажите пожалуйста вот я бы хотела допустим подписаться на вашей кучу вас есть какая-то допустим на ютюбе или получать вашу информацию очень интересно рассказываете и как бы у вас можно было найти на социальных сетях чтобы слушать вас регулярно окей спасибо большое ну во первых по поводу нашей политики ситуация следующая у ликуда у правого лагеря нету сейчас большинства в нашем парламенте в том-то и дело у нас такая политическая система что если было бы большинство то было бы и правительство сейчас блок ликуда фактически правый лагерь он в меньшинстве а левый лагерь плюс перебежчики пришедшие из правого лагеря кэнет и сар плюс арабы сторонники террора они составляют большинство поэтому пока были сейчас кнесет на каникул поэтому как бы и действовать тоже невозможно когда кнессет работает то в общем все увидели как жестко работает оппозиция и в этом смысле натаньял он же трудоголик он спит я не знаю по четыре по пять часов в сутки и когда он был премьер-министром этого люди не видят видел только его ближайший аппарат когда он стал главой оппозиции и он просто душу вынимал из коалиции заставляя постоянно кнессете шлипок на каждом шагу каждый шаг коалиции фактически минировался и затягивался и оппозиция выполняла свою функцию оппозиции очень четко сейчас кнессете каникулы натаньял уехал в отпуск он у вас сейчас на гавайях по моему или где-то в америке по крайней мере так говорят я предполагаю что этот чеку не умеет отдыхать на самом поэтому просто он оказался в америке в тот же момент когда там оказался беннет не случайно и возможно что натаньял понимающий что америка не сводится администрации байдена существует еще много разных силовых узлов он пытается как-то нивелировать тот ту катастрофу которой фактически нам сейчас плетают два этих человека беннет и байден то есть байден потребует от израиля какие-то уступки за то чтобы защищать я думаю что в этом об этом мы поговорим более подробно в следующем сегменте а пока давайте попробуем принять следующий звонок не дождался так или иначе нам нужно уйти на перерыв давайте мы все-таки уйдем на перерыв социальных сетях уже после перерыва пришли ну а вот дозвонился все-таки человека ли здравствуйте уважаемый александр понимаете с нашей точки зрения то что вы сказали это ложные постулаты мы вообще считали буша хорошим президентом вот вы нам открыли глаза что он собой представлял на самом деле но это же я так понимаю что это было еще в то время глобальное соглашение и они действовали просто по единому плану и по их точке зрения они делали все правильно для того чтобы захватить власть над всем миром и поэтому они не изменят своего отношения их просто нужно как-то устранить от власти вот этих глобалистов вот что для этого делать и как бороться с их фальсификациями с их обманами вот этим всем это вообще очень трудно сказать особенно в таких левых штатах как наш вот и как вам сказать хотелось бы знать что как может израиль победить вот это все левая которая насадили наши и проекте линкона и обамовская вот это вот ссоровская компания все и все на свете уже проект линкона это по моему вообще республиканское создание обама это еще более левая такое организация спасибо большое ну мне добавить собственно здесь нечего потому что про глобалистов я мало что знаю я честно говоря про захват и всего мира принимаю как какую-то странную конспирацию а что нам делать ну вот каждая с каждой своей стране нам бы в израиле вернуть это не я у справиться с нашими клоунами дорвавшимися до власти а вам соответственно с вашим байденом разобраться и желает конечно демократическая партия снова стала нормальной партией они марсистской после перерыва продолжим открытый диалог с александром непомнящим возвращаемся в программу александр непомнящего телефон студии по-прежнему 847 4005 200 давайте примем звонок а потом вы ответите по поводу в соцсетей так далее пожалуйста добрый день господа сергей александр сегодня уже была встреча так сказать в кавычках долгожданная между байденом и вашим премьер-министром и вот то что я читал на ваших сми значит ну просто спросим со что происходит узк бакин сказал вашему премьер-министры что у ирана никогда не будет атомного оружия напоминает мне приезд чем правда к нам подписал парк с гикером да ничего никогда войне не будет все будет нормально вот поэтому я на я надеюсь мы усилий об этом говорили хотя это не тот премьер-министр которого я бы хотел убедить что он все-таки поймешь это верить этому это же но это полный бред от человека который сам бредовый который сбежал в психбольнице понимаете и так что вы еще знаете о чем они еще говорили опять два государства два народа или как там что там опять ломали руки обещали все что угодно но ваш конечно министр иностранных дел был я даже не знаю полный идиот мы говорили о его промахах в арабском мире мусульманском мире а все время больше усугубляется ситуация с польшей зачем и кому это надо было зачем это надо было только такому неграмотному полному кретину как ваш этот месяц который со страхом думается шелка когда-то может стать премьер-министр ваша представлять такую страну только можно руки разводить вот и все спасибо вам большое за послушаю ваш ответ спасибо ну в значительной мере вы в общем уже сами ответили на ваши вопросы действительно о встрече байдена игра это которая произошла сегодня в белом доме я бы хотел поговорить отдельно буквально давайте тогда сейчас расскажу отвечу на предыдущий вопрос и дальше уже мы более подробно затронем всю эту ситуацию со встречи бенна беннета и байдена и во первых канала на ю тубе у меня нету но все наши передачи уже много лет каждую неделю происходят значит каком радио на новый на на народной волне они есть я так понимаю в архивах в архивах у нас в архиве хранится неделю передачи потом уварает делается на ю тубе все передачи сохранены они все там на ю тубе можно найти наши передачи и посмотреть все что было это что будет а параллельно фейсбуке думаю что общем у меня выходит достаточно много статей в разных изданиях но все это так или иначе потом как-то ставлю ссылку на своем своем фейсбуке поэтому проще всего именно найти в фейсбуке александр не помнишь и дам дальше уже следить за теми публикациями которые вам интересны что касается действительно развернута встреча немножко шире ситуация в афганистане остается ужасающим и продолжаем разговор и и сообщение об этой смертоносной к слову более чем предсказуемы заранее атаки и гил они становятся все более трагичными в настоящее время там сколько сейчас уже 90 95 погибших том числе 13 американцев и крайне понятно что байдену нужно как-то очнуться проснуться но понятно что он не может подменять подход но и впечатление что что-то произойдет ближайшее время конечно нет и позорное бегство америке продолжается там как бы за вчера или за позавчера было 35 рейсов американских транспортных самолетов 54 рейса карги и и коалиции и количество брошенной в афганистане попавшие руки талибов американской техники она просто ошеломляет там речь идет о тысячах боевых машин некоторые говорят даже 75 тысячах единиц о десятках вертолетов blackpool а легких самолетов а дронов еще многом другом включая десятки тысяч единиц легкого оружия склады боеприпасов и огромные склады снабжения военного оборудования приборы ночного видения взрывчатка краски обмундирование все что угодно на этом фоне конечно же когда байден говорит что положитесь на нас ирана не будет ядерной бомбы это вот мы только что слышали что положите на нас в афганское правительство устоит и талибы никогда не войдут в кабул а потом они войдут через три месяца это было за два дня до того как они туда ваш то есть вопрос можно ли полагаться на администрацию байдена это вопрос риторический вся эта несостоятельность байдена в афганистане поспешная эвакуация под огнем и спиртоносными атаками вопреки советам всех профессионалов и эксперт она многому учит нас характере байдена и о складе его ума и да с одной стороны администрация байдена ясно говорит о своей приверженности безопасности израиль мы много об этом говорили но вполне вероятно что со своей точки зрения по крайней мере часть этих людей они они не не являются ненавистниками израиля байден байден может быть давно глубоко гимент червь деменции но он не был врагом израиля вот например как допустим какие-нибудь там ряды демократов или хан-омар и шайтла и все остальные и с их точки зрения действительно занимаются тем что они привержены безопасности израиль с другой стороны глаза бросается вопиющее непонимание байдена его окружение в отношении того как следует себя вести с террористическими организациями и с радикальным славом в целом поэтому теперь свои стратегии против ирана израиль очевидно нужно было бы действовать совершенно иначе чем при трампе и в последние дни в американских сми появилось много утечек согласно которым натаньял действительно так и делал он отдал приказ массаду серьезно сократить количество информации которая передавалась администрации байдена на сравнении с тем как это было во времена президентства трампа согласно этим публикациям натаньял очень опасался утечек которые могли произойти по вине новой администрации сша а также того что эта администрация станет гораздо больше мешать усилиям израиль и по данным нью-йорк-таймс по указанию натаньял израильский массад сократил передачу информации своим американским коллегам в цру то есть просто не делились информацией а самым ярким примером этого по мнению нью-йорк-таймс стала конечно же большая атака в натанзе вы помните что натанзе взорвался некий стол натанзе это иранский центр с центрифугой там какой-то стол взорвался в результате чего была разрушена регулярная электростанция серьезно пострадала запасная электростанция да не хило так взорвали стол были повреждены тысячи центрифуг некоторые из них и вовсе полностью разрушены и понятно что раньше действия такого рода как это было принято в рамках неписанного соглашения всегда прежде согласовывались доводились до сведений американцы и согласовывались потому что понятно что это может повлить в себя региональные последствия очень серьезно и более того в прошлом такие вещи осуществлялись частые на основе американской разведной информации то есть масса и цру работали ноздря в ноздрю работали вместе работали очень слаженно но во время операции в натанзе американцы получили уведомление об израильской атаке всего за два часа то есть привет на скоро мы скоро что-то сделаем до конца свидания и это было связано с опасениями израиля по поводу возможной утечки информации со стороны администрации байдена возможно даже и американского вето который байден мог наложить на проведение акции а так уже не успел после операции в натанзе глава цру выразил резкий протест главе массада за столь кратковременное предупреждение но понятно мы уже видели натаньял в отличие от других премьер-министров израильских он знает как работать с американцами когда на него рычит какой-нибудь босс американский он знает как это нигилировать бай беннет конечно этого не понимает ему неоткуда знать вообще он как бы по определению все у него получается и звук он плохо до сих пор ничего у него толком никогда еще не выходил поэтому и до этих вопросах серьезных он тоже полный профан вот встречи беннета и байдена состоялась сегодня буквально за несколько за час-полтора до того как мы с вами начали говорить и очевидно главной целью встречи являлась попытка мобилизовать поддержку сша из израильскому плану по прекращению иранской ядерных программ то есть это так беннет сказал что мол типа мы тут разработали план наверняка что-то там скопи-пастил с разработок натаньял мы тут разработали план мы пахали я и трактор называется как остановить иранскую ядерную программу теперь мы должны мобилизовать поддержку сша три раза в израиле полагают что иран не заинтересован возвращению к ядерному соглашению и поэтому возврат к этому соглашению если станет возможен то лишь только после очень серьезного военного или экономического давления на иран включающего суровые санкции и перед отлётом беннет похвастался что в израиле такой план есть и вероятно беннет пытался убедить байдена в том что предположение сша возможным быстром возвратик ядерной сделки неверно и в том что это станет возможным лишь случае если сша вместе с канами запада и израилем сумеют общими силами создать очень сильное военное экономическое давление на иран который вынудит иранский режим подписать улучшенную ядерную сделку включающим в том числе обязательства том что иран прекратит распространять террор на ближнем востоке и не станет создавать ракеты большой дальности способны нести ядерное оружие опять же три раза ха-ха был бы трамп именно так все и было но с этой администрации понятно что ничего не получится для израиля очень важно закрыть обе эти возники с террором и с ракетами большой дальности почему потому что региональный террор и разработка оружия дальнего действия представляют сегодня самую большую угрозу со стороны ирана для нашего государства ведь региональный террор спонсируемый и направляемый ираном он уже затрагивает и сирию и ливан и иорданию и ирак и даже йемен йемен фактически вообще превращен в стартовую площадку для беспилотников и ракет против саудовской аран и израиль рискует оказаться под очень схожим ударом в том числе со стороны поддерживаемых ираном хамасом в секторе газа и хизбалой вливание и поэтому очень важно как можно сильнее сократить возможности раны в этой сфере прежде чем они превратятся для нашей страны в невыносимую ну и кроме того надо понимать что иранские ввс они очень сильно устарели они все не имеют оперативной возможности прорваться через системы израильского павло в нашем регионе то есть иранские ввс нам не помеха не пугают и главная угроза в израиле считают поэтому иранские ракеты которые могут быть разработаны и именно поэтому их разработку нужно очень серьезно ограничить но чтобы остановить иран на него нужно оказать очень сильное давление и израиль вероятно если беннете сохраняет достатки москов потребует свободы действий против режима youtube позволяющих проведение множества тайных операций самых разных сфер и создающих свою совокупности в тегеране ощущение и понимание того что время играет не на пользу режима и лучше ему вступить международному давлению но результата встречи мы узнаем хотя бы частично ближайшие дни но уже судя по тому какие были сделаны заявления и как все это было обставлено похоже что конечно байден прокатил нашего бренда со всеми предложениями он сказал ему что ну мы попробуем сначала все-таки опции дипломатии уж есть они не сработают но мы же видели как в афганистане они сработали чудесно но было уже поздно что тогда стало ясно что они не сработают поэтому опять же был бы наталья он понимал бы как работать с американской администрации окей раз байден нам не друг мы пойдем другого фланга но беннет этого не умеет и не знает и конечно этим заниматься не будет вообще поэтому что дальше будет пока что очень трудно сказать пока что только ужас того что в такой тяжелой критической ситуации ответственность за безопасность израиля да и сша тоже в руках настолько неподходящих для этого людей ну и на этом фоне конечно говорить уже о том как обставлена была эта встреча что ее вчера вообще отменили ну понятно у теракт байдену стало не до этого беннета который там крутится перенесли на сегодня полчаса встреч встреча полчаса и даже не в официальном кабинете а в кабинете где байден то есть тут я даже не знаю все это вместе унижение пренебрежение и конечно на этом фоне даже если бы на что-то такое пытался ему там говорить про наши задачи и наши интересы и даже если байден состоянии воспринимать это то все это конечно было выглядело очень и очень сомнительно что что-то из этой встречи для израиля хорошей тренинг спасибо александр но теперь о том что происходит у вас в израиле да у нас тут до прошлой неделе было такое знаменательное что ли события но достаточно обычно стоит аль-харуми араб из исламской партии рам партии братьев-мусульман высокопоставленный член нынешней коалиции и критерия комиссии кнесета по внутренним делам опять же вот надо понимать когда она спрашивает что такого уже беннет сделал и собственно все что он сделал это все из ряда вон все чудовищно потому что еще никогда в израиле не было такого антисианистского откровенно антисианистского правительства были левые правительства но даже самые левые правительства те которые проводили осва например рабин и перец они же никогда не одни говорили мы левые но никогда не говорили мы против государства израиль они говорили вот таким вот образом мы укрепляем безопасность государства израиль и они конечно же говорим и сионисты но еще какие о какие мы сионисты мы самые сионисты спирсионист а сейчас правительство горит мы вообще не сионисты потому что в правительство держится на исламской партии братьев-мусульман и на партии антисионистской как бы ассионистской партии мэриц который ведь мы вообще не сионисты мы за государство всех граждан тогда поддакивает рам мы за нас халифа то есть государство всех граждан ну или простыми словами халифа но не национально еврейское государство это все беннет сделал и он это удержит то есть изначально как бы все это ужасно но вот это возвращаясь к саиду аль-харуми он внезапно на днях умер как он умер это еще отдельная отдельная история и здесь по израилу ходят разные слухи самого скабрезного характера я не хочу их повторять потому что во первых они не подтверждены ничем во вторых все таки сильно речь идет о смерти человека поэтому бог с ним умер шумер как говорится но еще несколько дней назад аль-харуми живой будучи и будучи при этом председателем комиссии кнесет по внутренним делам то есть одной из самых важных комиссии кнесет и очень важным членом нынешней коалиции вторым человеком в партии рам которая держит эту коллекцию как бы он участвовал состоявшемся в акпо в северном израильском городе акпо митинги солидарности с арабскими погромщиками которых задержала полиция за участие в линче над евреем мором джанишвили в акпо грузинский еврей мор джанишвили он ехал на машине окружила арабская толпа в итоге у этого мор джанишвили множественные ранения пострадал сильного кратильного течения он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии выбиты все зубы нос сломан на голову наружили 16 швов и руки изрезаны и нескольких из этой толпы полиция все-таки арестовал и вот в акпо проходил митинг солидарности с задержанными кровавым сионистским режимом невинных арабов и на этом митинге выступал как раз саид аль-харуми представитель коалиции правящей не просто какой-то оппозиционный депутат представитель правящей коалиции глава комиссии кнеста по внутренним делам то есть человек этот саид аль-харуми он совершенно откровенный враг еврейского национального государства и вот он умер снова как он умер это отдельная история но умер официально называется умер от сердечного приступа но будем считать что это был сердечный приступ где на пол на чем не будем говорить и вот в палатку панихиды как бы травмную палатку бедуин его поранили как бедуина там такая палатка значит разбита все собрались старейшины поглаживали город и говорили о том какой замечательный чек и приезжает туда лапит лапит опять же напомню это министр иностранных дел израиля это сменный премьер-министр это человек который не дай бог через два года станет премьер-министром израиля и этот лапит который вот у нас тут два дня назад три дня назад на границе с сектором газа был очень тяжело ранен солдат при натаньяо как-то мы уже забыли был год когда вообще ни один солдат не погиб при натаньяо и понятно что в общем террористы не дремлют но натаньяо умел создавать ситуацию таким образом складывать что у нас солдаты не погибали он их не подставлял он их не отправлял как уток на на передоходник а здесь эти ребята послали солдат на границу с сектором газа не разрешив им стрелять и один пограничник наш молодой парень тяжело ранен то есть фактически говорят безнадежное состояние но его как-то там поддерживают в коме поддерживают в больнице и нынешнего правительства не нашлось времени даже поговорить с родителем навестить этого солдата беннет позвонил это был такой позор я даже не хочу говорить об этом но лапит так и даже не высказался не сказал типа я там молюсь за хотя бы за его выздоровление сам я солидарен со всем народом израиля но этот лапит прискакал палатку где хоронили этого самого саида аль-харум пособника террористов который превозносил бойню 29 года когда арабы в двадцать этом году вырезали евреев с евро на иерусалим и он на этом мероприятии выступил с таким панигириком и брякнул он же когда он говорит не соображает что он говорит он сказал саид аль-харуми пал в битве пал в битве понимаете в битве с кем с еврейским государством в битве на чем на вот паду не буду и должно быть совершенно ясно гейер лапит совершенно пустой глупый опасный человек но вот это безумие она запредельно даже по его собственным меркам потому что ущерб который вместе с пенетом и саром наносит сейчас своими действиями куда страшнее всей вопиющей ничтожности самого лапида нужно понимать со всей ясностью это кошмарное правительство делает буквально все расширяя окно авертона и придавая общественную легитимацию антисионизм поддержки террора и активной борьбе с существами еврейского государства то есть окей депутат умер депутат убежденный враг еврейского народа зачем тут так прискакал зачем ты на его могилой выступаешь как будто бы погиб какой-нибудь еврейский герой зачем ты говоришь что он по упали в каком в чертовой матери бою палата цель аль-харуми бою скил не границ не стыда не совесть этот беспредел который просто не укладывается голову а шестерка либермана есть такой или вида самый одиозный пожалуй депутат еврейский парламенте израильском кнессете этот человек или вида он во время демонстрации бальфора против натаниил он там вел себя просто как какой-то совершенно сумасшедший и он кричал что никогда не будет прививаться потому что прививки это смерть ну ладно мы знаем что таких людей много но это или вида говорю что принципиально не будет прививаться ни за что корона шмарона ничего не будет прививаться потом когда собралась правительству ему сказали хочешь быть министром ты должен придется и он поскакал и тут же придется то есть принципы у человека сами понимают так вот этот или вида из партии либерман второй чек партии либерман он написал на смерть этого самого сайте аль-харуми следующие сегодня ночью скончался мой дорогой брат да будет благословенна его память благороднейший из благородных безвременно оставивший нас соболезнований из глубин сердца посылаю я его семье да будет память о нем благословен вас укладывается в голове это тот самый либерман который говорил что без лояльности нет гражданство тот самый либерман которого которым пугали якобы арабских детей потому что он такой злобный еврейский националист и вот его его шестерки его клевреты теперь пишут такие панигирики людям которые поддерживают арабский террор этих евреев сейчас наше время у меня просто не укладывается в голове не то как ведут себя депутаты с нынешней традиции не что в голове у тех людей которые по-прежнему в израиле поддерживают этот спрашивает что делать а пока делать нечего потому что большая часть еврейского народа за правый но большинство у них нет нету у ликуда и право лагеря большинство силу партии левых партии арабов и партии перебежья по-прежнему имеют если бы выборы были сейчас судя по вопросам они снова получили сколько мандат в израиле есть немалое количество евреев которые даже считают себя правыми и которые поддерживают это самое правительство возносящие хвалу сельдоль харуми и отдавшая нашу безопасность руки байден спасибо спасибо александр и до встречи в следующий раз спасибо спасибо